Погодка хорошая! Доброе утро, мои дорогие! Ну, не такое сильное утро, но утро всё-таки хорошее. Слушайте, так смеялась! Прислала мне Саша фотографию Данте. А он снят так, сзаду. Ну, вот вы сами посмотрите. Я так смеялась. И у него прям на морде написано. Ну, чё ты, мать, снимаешь? Ну, что ж ты делаешь в таком виде? Меня показываешь? И вот с задницы фотография как будто там такой псяра с яйцами. Господи, а на самом-то деле полгодовалый щенок. Ой, не могу. Ой, только порадовалась. Монтировала видео, выкладывала. Как мы с утра с Олежкой в поликлинику поехали. Ну, на прививку-то от бешенства. А там, девчонки, народу мне страшно стало. Просто толпа. Ой, думаю, ну-ну, вот только ещё суда не хватало. Ну, ладно, сделали прививку. Пошли на цыганский рынок. Сегодня же среда. Я ещё чё-то шла по дороге, чё-то разговаривала с вами. Сейчас даже не помню. А, возмущалась. Я говорю, про Самвелу уже и слово сказать нельзя. Нападают тут же. Господи! Нашли, кого защищать. Ну, я единственное, чё хочу сказать. Это мой канал. Я чё хочу, то и говорю. Это моё личное мнение. Заведите себе канал и говорите, чё хотите. А я ни перед кем тут не притворяюсь, ничего. Чё думаю, то и говорю. Уже за педиков горой встают. Господи! Прости мою душу грешную. Тридцать лет назад их в тюрьму за это сажали. А теперь все прям всей страной встаём на защиту педерастов. Люди, вы вообще сами-то чего? За кого ваши внучки замуж-то будут выходить? Не за кого будет. А при том ещё, как сейчас воспитывают мальчишек, то им одна дорога туда идти. Они ничего не делать не умеют. Ни мужики, никто. Так что вот так. Ну, в общем, короче говоря, пошли на цыганский рынок. Там тоже народу толпа товаров всяких. Ой-ой-ой. Я там как путная снимала цены всякие, всё там. Купили черешни хорошенны, прям вот такой. Вот. Ну, в общем, снимала, снимала. Стала выкладывать видео. Даже не знаю, слышно, не слышно. Ветер такой. Стала видео выкладывать, мне тут же авторские права прилетели. Видно, музыку где-то на рынке зацепила. А я и не замечаю даже. Ну, думаю, ладно, сейчас переделаю, уберу там это дело. А я уже его удалила. Вот так вот. Работаешь, работаешь. потом ибо тебе. Никакого результата. Так что, вот так вот, мои хорошие. Бывают и такие дела. Жалко. Ну, ничего не поделаешь. Сображалка не работает. Ладно, придется выкладывать видео есть с украшением. Что делать-то? Не, ну, я, конечно, еще полазаю, посмотрю, может, я где-то... Ну, не знаю, смогу я его... Я никогда на компе не монтировала видео. Ладно. В общем, если увидите цыганский рынок, значит, я его отремонтировала. А если нет, так нет. Вот тут заполняешь всякой... Всякой, на мой взгляд, ерунды. Где тут? Что ты? Монетизация. Каждое видео и вот это все. Показываю вам весь процесс. Оно коротенькое тут. Мало. Вот я вставлю паузы, а потом мне жалуются, что очень часто. А я, наоборот, не часто делаю. Через три, а то и где через четыре минуты. Но они, видимо, сами там еще вставляют. столько это время отнимает. Представляете, когда вот я с этим экспериментом по четыре видео в день выкладываю, так тут только на одно это время. Вот это я вот тут вставлю значки, что у меня ничего тут нет российского оружия, там каких-то там шокирующих сцен. Проверки. Вот это коротенькое видео, оно побыстрее, а то так долго бывает ужас. Ну, ладно, слава Богу, опубликовать. Вот сейчас контакт выложим. У меня Татьяна Валерьевна, подруга моя мурманская, она не умеет заходить сюда, в YouTube. Очень рада была, когда я опять стала в контакт выкладывать. Ну, одноклассники, больше я никуда не выкладываю. Так. Вот. Вот мой доход за месяц. Ой, 3, 3 900. Короче, за месяц. Не за месяц, за 2, 2 месяца назад я получала деньги. таки-то. Вот так. Вот такие мои заработки. Так. Вот это надо удалить, которое не получилось. В общем, вот такие вот дела. Так. А что это у меня вышло-то? Что-то не то. А, это плейлисты, господи, нажал. Не то нажал. Вот она. Вот это вот надо удалять. Не получилось. Ну, уже удаленно. Это просто отсюда надо. Жалоба автору. Вот, куда ни зайди, в магазин, на рынок, везде песни орут. Ну, и бывает, не замечаешь. Что-то раз там, а там буквально, девчонки, 2-3 секунды песня, все, вас зарубили. Ну, как вот. Ладно, пойду дальше работать. Ну, посмотри на меня. Вот, видите, какие мы на горшке сидим в грешной шляпе. Веселый парень. Да. Чем, мазай, надо футболку поменять тебе. Ай, как поезд, все на нем. Да. Да. Вот, другое дело. Только, как оказалось, моську надо идти умывать. Моська чумазая, как ел черешню, и все у него тут. Пойдем, умоемся. Ну, вот, Саша спит. Родители приехали. А я тут сижу. Переделываю. Родители приехали, привезли инструменты всякого садового. И что стало с ребенком? В один момент он переменился, он орет. Не пой, не говори, не садись, не хочу. Злой, вредный, ужас. Выстроились, на море собрались. Привет. Привет. Проедите подальше, пожалуйста, если выключите, подальше. На метр подальше проедите. Смотрите, какие ножницы. Они еще и поворачиваются, я как-то пока не знаю, они еще и поворачиваются под разным углом. Вообще. Секатор. Господи. До чего дошел прогресс? Чего только не придумают. Чего только не делают теперь. Надо же. Так, ну, одной рукой я, понятно, не сделаю никак. Я и не сооружу никак. Ну, ладно, потом вам покажу, как они работают. Где йогурт? Йогурт? Вот такой, кафетка, где? Я говорю, может, сначала покушаешь, а он говорит, я не готов кушать. Здесь нет. А где он пропал? А где он пропал? Ну что ты? Кто пропал? Куда пропал? На. На мамочку дает. А, конфетки-то в йогурте. Вот. Иди мне, покажи. Покажи поближе мне. Ну, поближе-то подойди. А, вон они какие. Покажи поближе-то подойди. Покажи поближе. Покажи поближе. Сейчас, сейчас. Я тоже, говорит, хочу закат снимать. Папе. Ну, иди. Ты сам не определишься никак, куда тебе надо. Я ем ёлку. А солнышко-то сейчас вон спрячется опять за облака. Ну что, вот опять вечер. Вот день как будто и не было. Пролетел. Ну, я, правда, вот пока Саш спал. А спал он почти 4 часа. Так я два украшения сделала. А не как, Оксаночка, милая. Ой, прости меня, пожалуйста. Я просто с этим переездом из одного дома в другой я ещё не разобрала все коробки. И где твои украшения лежат, не сделаны. Ещё не нашла. Ну, найду, сделаю. Вот, а пока делала там, переделывала. Ну, мне понравилось. Симпатично получилось. Вот, так что, мои хорошие, я вам видео, наверное, может быть, ещё и буду выкладывать там, что я делаю. Но в основном я их выкладываю на Яндекс.Дзен. На новый канал, на свой. Хочу там попробовать. Завтра мне сообщат, как мой эксперимент удался или нет. Но я думаю, что нет. Хотя столько сил на это положено. Ну, ладно, посмотрим. Я вам расскажу, в чём суть там была. что я аж по четыре видео выкладывала в день. Вот. А потом я всё, что буду делать, я, ну, я так в процессе-то во влогах-то буду показывать, что я делать буду. Но в основном буду на Яндекс выкладывать. всё, что руками делала. Вот. А тут, наверное, постепенно на дни влоги перейду. Потому что закончится лето. Наверное, поеду я в Питер, если всё получится с Макариной учёбой. Ну, и буду снимать, как мы будем жить. А насчёт украшений я даже не знаю. Если мне тащить всё это с собой в Питер... Ой! Это нужен огромный чемодан только для одной... для одних камней и фурнитуры. Я даже не знаю, что и делать-то. Ну, ладно, к тому времени определимся. Может, я все камни за лето и переделаю. Может, и тащить особенно нечего будет. Вот. Хорошо. Тихо. 30 сегодня у меня на градуснике было. В Москве жарище 40 градусов. В Питере 36. Что-то вообще странное происходит. с природой. Ну, ладно. Посмотрим, что дальше будет. Я не думаю, что всё лето-то такое будет. Хотя, кто его знает? Весна, вон, была какая непонятная. Ну, я вот днём, ну, я вот днём, если вот только вот, ну, уж там надо, если в магазин съездить, и то вот мы с утра съездили, в поликлинику с Олежкой прививку сделали, и всё. А так я сижу дома, я не выхожу практически на улицу. Чё оно, по солнцу-то ходить? Оно мне надо. Загара мне не надо. Жары, чтоб давление поднялось, тоже мне не надо. Поэтому я сижу дома. Ну, ладно, лапоньки мои, давайте всего вам хорошего. Надо отдыхать и вам, и мне. Поэтому давайте до завтра прощаться. Не болейте, пусть всё будет хорошо. Спокойной ночи всем. И завтра, чтоб хорошего просыпания. У кого жарко, пусть будет не так жарко. У кого холодно, пусть будет потеплее. Пусть всем будет хорошо. Ладно? Давайте, мои дорогие. Пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok